Покупку премиального автомобиля можно отложить до лучших времен, когда рынок найдет способы обхода санкций. С грузовиками так не получится, ведь возить грузы нужно здесь и сейчас. А большинство грузовых марок остановили импорт техники и запасных частей до особого уведомления. На дилерских складах пока есть запас деталей, но очевидно, что скоро он иссякнет. Что будет дальше, не знает никто. Аккуратно предположим, что станции начнут ставить неоригинальные запчасти вопреки стандартам производителей. Но сохранится ли тогда заводская гарантия? Единственное, что уже понятно, это то, что обслуживание грузовиков в марте подорожало на 60%. Такие цифры телеканалу Автоплюс предоставило сообщество топ-менеджеров логистических компаний. При этом фирменные сервисные станции прекратили ремонтировать грузовики по сервисным контрактам. Там называются договоры, по которым покупатель на годы вперед фиксировал стоимость будущих ремонтов. Сейчас, чтобы отремонтировать или обслужить коммерческий транспорт, СТО требует от владельца или лизингополучателя стопроцентную предоплату работ и запчастей. И не начинают ремонт, пока деньги не поступят на счет станции. Такую практику отныне применяют Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Iveco и MAN. Кстати, грузовики этих марок за первый весенний месяц успели подорожать вдвое. А немногочисленные российские и китайские аналоги потяжелели на 60%. Понятно, что желающих купить новый тягач или самосвал стало меньше. Вдобавок, после введения Центробанком 20% ключевой ставки парализована система лизинга. Брать машины под такие проценты – чистое самоубийство. При таких жестких вводных себестоимость транспортировки грузов уже подскочила на 10-12%. И чтобы транспортники смогли выжить, они просят государство поддержать сферу льготами и послаблениями. Например, просубсидировать кредиты на пополнение оборотных средств, выплаты лизинговых платежей и покрытие кассовых разрывов. Международным перевозчикам нужно, чтобы Центробанк закрепил максимальный размер биржевой разницы между курсом покупки и продажи валюты. Отмена транспортного налога, приостановка утилизационного сбора и ослабление контроля за весом и габаритами тоже пойдут на пользу. Все эти предложения направлены уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей Борису Титову. Под ними подписались такие гиганты грузоперевозок, как ПЭК, ГЛТ, Альтика-М, СПАК, а также Дентро. Продолжение следует...